Всем привет! Молодцы, что пришли! Сегодня должно быть немножко поинтереснее про конфигурирование коммутаторов поговорим. Чуть-чуть теоретическое водное счастье будет и потом по петрессере еще поиграемся. Покажу, как конфигурировать и попробуем. Я надеюсь, вы взяли много с собой. Попробуйте конфигурировать. Коммутаторы. Мало ли кто не видел корзиночки. Цисковские, да. Всякие разные. Из книжки вырезали. Огонечки здесь бывают. Я не буду вам рассказывать. Они там что-то показывают. Состояние интерфейсов вот здесь умеют показывать. Включен или выключен. Наверное, вы увидите. Зелененький загорится. Значит, включен. Вообще не может привлечь между интерфейсом, между приказочным интерфейсом. Да, да, да. Ну, вы это там сами разберетесь. Не будем на этом постанавливаться. Так, как можно подключаться к коммутатору? Значит, у нас есть три возможности подключения к нему. Здесь показан консольным кабелем можно. С этой стороны обычно RJ45, а здесь там USB или еще что-нибудь. Что-нибудь, может быть такое. 232. Или да, или 232. Ну, там, комм, да. Колубенький шнурок. Да, колубенький шнурок. И еще также можно подключиться с помощью Телнета и SSH. Ну, соответственно, какая-то там должна быть сетка хоть чуть-чуть настроена, чтобы мы могли там подключиться. Так. Тут тоже. Вот. Такой шнурочек. Ну, тут какой-то страшный. Консольный порт показывает. Да, это уже мордом мы подключились. Мы уже видим здесь название коммутатора. Тут уже какая-то таблика, это команда, showmacadress. А здесь показаны настройки, как подключаться через компорт, да. Ну, там тоже, почитайте, в табличке указано там, да, чтобы подключиться, должна быть скорость 9600, 8 бит. Здесь, ну, там параметры вбиваются просто, да и подключать там проблем никаких не бывает обычно с этим. Так, еще также с помощью двух интерфейсов можно с Телнетом подключаться, можно и с Сашем. Соответственно, наверное, тоже примерно знаете, да, что Телнет это незащищенный, ничего там не шифруется у нас. Соответственно, уже не рекомендуется использовать. Ну, и пароли, и данные передаются в открытом виде. А СССР, соответственно, шифруются и пароли, и данные. И рекомендуется использовать СССР второй версии. Соответственно. Соответственно, режимы работы коммутатора. Когда мы подключаемся к коммутатору, мы попадаем в так называемый user mode, пользовательский режим. Соответственно, подключаясь там по консоли, да, там с помощью Саши или Телнета, попадаем в этот режим. Из этого режима, из режима пользовательского можем, ничего не можем конфигурять, да, можем просто посмотреть, что там, да, какие-то там нам доступны, там шоу-команда, ну, какой-то минимум такой, чтобы посмотреть, и можем ничего не сломать. Ну, чтобы ничего не сломать. Дальше у нас есть привилегированный режим. Соответственно, чтобы в него перейти, нам надо набрать команду Renable, вот, и если у нас конфигурирован, то пароль. Соответственно, из привилегированного режима у нас уже доступны уже все команды, да, мы можем уже конфигурить, что-то там делать, ломать или настраивать, там, да, и еще что-то. Вот, доступны все команды. Соответственно, из этого, из привилегированного режима также, ну, выходим, просто дизейпл делаем, да, и попадаем обратно в этот, непривилегированный, в пользовательский режим. Вот, несколько режимов работы. Соответственно, сделано просто для удобства, для разграничения доступа, да, да, что можно дать доступ, например, в пользовательский режим, там, да, кому-то из пользователей, чтобы могли, там, ну, посмотреть, там, зайти, там, да, если что-то такое, там, какой-то статус, там, как он там работает, какую-то информацию, но ничего, ну, могли, ну, не могли сломать. Так бы, да, соответственно, уже более опытным администраторам можно дать уже доступ в привилегированном режиме работы. Соответственно, так, что это у нас? Нам доступна интерактивная подсказка. Вот, очень удобно в цисковских роутерах сделано, что, сейчас я покажу эту вот аллочку. Что нам не нужно помнить, все наши команды нам не обязательно помнить, да? У нас есть... Поле не видно? Можем ввести знак вопроса, посмотреть доступные нам команды. Ау. Да. А, это мы уже в этом свече, смотри, в этом. Как вы будете ее... Так, а вот. Апликейшн... Ты поставил? Поставил себе? Апликейшнс он в интернете поставил сам. Блин, а у меня нет таких... Зископокетрейсер. А эти два пакетрейсера набрать не могу? А, все хорошо. Нашел? Да, да. Соответственно, добавить... Ну, здесь у нас оборудование пока, роутеры, свечи, там, хабы. Мы здесь просто выбираем. Ну, кто не знаком с этой... С интерфейсом, мы просто перетягиваем так. Оп, у нас... Ну, вот он добавился, да? Чтобы посмотреть, у нас здесь этот... Геический вид. Там картиночка, да, как он выглядит. Конфигурация, что мы можем здесь подтыкать кнопочками. И Command Line интерфейс. Соответственно, вот мы попали в пользовательский режим. Можем посмотреть, какие команды нам доступны, да? Connect, Designable, Disconnect, там. Команда Show. Соответственно, знак вопроса мы показываем, да? Он показывает нам доступные команды в этом режиме. Можем смотреть, там, шоу. Ну, в смысле, начинаем набирать команду. Нажимаем «Да», Потапу он нам... Написывает. Да. А, у меня неправильно просто написано. Дополняет команду Потапу. Дальше мы можем в конце команды, например, написать «Шоу» и без пробела знак вопроса он предложит нам... А, это вот с пробелом. С пробелом он подсказывает, что дальше мы можем, да? Там, «Шоу арт» сделать, «Шоу клок», там, да? Вот это, ну, как опции команды «Шоу». Да? Если мы сделаем без пробела... Вот он. Он показывает, как мы можем закончить эту команду, да? Мы набираем «Шоу» и пробелы, типа, доступные команды на эти будут, которые начинаются. Очень удобно, потому что можно даже, например, ну, не помнить все команды, может, там, примерно, помнить, что-то такое «Шоу», там, что-то «Тейбл», там, тра-ля-ля, там, что-то такое, да? И уже с помощью команды, как, ну, уже с помощью вот этой встроенной справки просто наугад набираете, да? Он вам сам подсказывает. То, что хотите посмотреть. Не надо запоминать целую кучу этих команд, да, там, которые... которых здесь сто тысяч миллионов. Команда «Хелп». «Хелп» А, это не шел, да, просто. «Хелп». «Хелп» «Хелп» «Хелп». «Хелп». «Хелп» «Хелп». А, ну да, вот, например, help. Вопрос. Ну, к примеру, шоу вопрос, да? Подсказка, описывающая первый параметр команды. Да? Просто вопрос. Не одно и то же? Просто вопрос. Смотри, написано список. Просто вопрос – это список команд, доступных для текущего режима. А help – это текст, описывающий, как пользоваться подсказкой. Подсказка для команд не выводится. В общем, примерно понятно, да? Короче, вопрос такое, что команда, снимаемое место, и потом параметры, которые остаются. То есть, шоу, ай-пи, как фильм. Не так слышно. Да. Тебя прекрасно слышно. Отлично. Так. Про команды дальше, да? Ну, подсказки, понятно. Вопросик. По табу дополнение у нас. Дальше, что у нас здесь еще есть интересного? Команда, параметр 1, вопрос, да? Так же, ну, то же самое. Вы помните, что вам надо набрать шоу, там, какой-нибудь арп, а дальше вы не помните, что вам надо набрать, да? Так же делайте пробел, просто вопрос, и он показывает, что вам, что надо сделать. Или там, ну, как, уже, получается, как-то второй параметр, да? Так же, все по вопросу. Стрелка вверх отображает команды, которые были введены ранее. Да? Ну, соответственно, ну, это как в Linux, такая же тема. Ну, вверх-вниз, это и переход по истории команды. Да? Самая, наверное, такая очень используемая команда, это команда шоу. С помощью команды шоу мы можем посмотреть, да, там, наши конфиги. Вот. Также у нас есть команда debug. Команда debug, это команда отладки. Соответственно, если шоу нам показывает конфиг наш, который, например, мы можем, ну, шоу ранен конфиг, да, там. Ну, в общем, команда шоу выводит нам конфигурацию, которая вот у нас сейчас, как бы, да, как конфиг в настоящий момент, да, а debug, он позволяет отслеживать, да, поведение какой-то команды. Смотри, еще есть, короче, там отличная плюшка, что если ты ввел команду неправильно, он тебе пишет, что ты ввел неправильно, где, или если ты не знаешь, как дописать команду, ты можешь указать знак вопроса, и он тебе предложит варианты, которые могли бы быть использованы, часто используемые. Да, да, да. Да, соответственно, вы увидите, вам будет подсказка, да, что вы неправильно ввели и знаки вопроса. Не забывайте. Так. Дальше. Проверить это можно, ввести команду не до конца. Иди попробуй set. Set или n. Set? Set. Set. А, set. Нет. Нет. Нет такого. Нет такого. Локсет. Настройка времени. А. А. Тебе скажут, что ты думаешь, что это в случае сделано до конца. А мы, наверное, отсюда сможем, мы не сможем. Сможем. Локсет. А. Сможем. Локсет. Получается. Да. Так, ладно, где-то презентажка, презентаж, так. Ну и здесь чуть-чуть более развернуто показано, да, что пользовательский режим, команда enable, мы пишем, мы попадаем в привилегированный режим. Дальше у нас хотим конфигурировать, пишем config.conf.t, в общем, да, конфигурить терминал, попадаем в конфигурационный режим, да, режим конфигурирования. Дальше все, что мы вводим в режиме конфигурирования, у нас записывается в активный конфиг, который находится в памяти. Ну вот, пока мы фигурировали, что-нибудь сделали, да, задали, пишем exit, попадаем обратно в привилегированный режим, еще раз в exit, попадаем уже в обычный режим. Да, да, несколько. Чем отличается конфиг.conf.t, там и того же может быть конфиг.t, конф.t, да, нет, конфиг.t, сокращение. Нет, привилегированный, чем отличается конфиг.t, конф.t. Я могу написать email, и, ну, ранее было сказано, что там дальше может что-то конфиг.t. Нет, он тебе не даст там конфигурировать. А в чем отличие его от юзера? Больше параметра, больше прав. Больше смотреть могу? Да, больше команд доступны в таком режиме. Окей. Соответственно... Это где-то не можешь ничего сломать явно. Привилегированный это тоже режим, в котором ничего нельзя сломать. Можно. А, уже можно, да? Привилегированный, конечно, можно сломать все. Так, дальше. Соответственно, переход из режима привилегированного в режим глобальной конфигурации, да, пишем конф.t, да, конфигурить терминал. А, да, с командами, прикольно, что он по таку дополняет команду, да, если команда однозначна, как бы, да, если мы пишем конф.t, да, мы можем писать полностью конфигурить терминал, да. А можем нажать конф.t, нажать enter, он поймет, как бы, да, может даже tap не нажимать. Потому что, ну, да, однозначное соответствие нашего сокращения этой команды. Соответственно, вот мы сейчас зашли в привилегированный режим. Перебивай, на здоровье. Можно, когда я не волчу, перебивать. Если по делу. Короче, помимо ctrl-z и ctrl-c, отмена команд, нам есть сыграть горячие клавиши, которые, как и в металл, всегда дают всякие преимущества и ключи. Например, ctrl-a, как в одном замечательном редакторе, перемещает вас в начало строки, ctrl-e в конец. То есть, если вы пишете там какую-то длинную команду, чтобы не тыкать стрелочку, то можно делать так. Вот, ctrl-r, он обновляется, как вон, нормально. Вот. Да, работает. Ctrl-shift-6 позволяет пользователю перерывать. Я, если ты спустил там длинную команду, где-то и вводил неправильную команду, а то он начинал что-то делать, скорее всего, это отменяет это все. Ctrl-l что? Ctrl-shift-6. Ctrl-shift-6. Попробуй вести койму игре и обвинить это. А чем от ctrl-c отличается? От ctrl-c просто выходит из режима конфигурирования в данный момент. А это абсолютное открывание, типа kill, если проводить такую аналогию. Работает. А мануалы есть мануалы? Есть мини-команды соединительные? Да, я могу вам забелить чуть. Может быть, сегодня... Инструкцию? Да, инструкцию по быстрым командам. Но вы тогда эти кучи этого добра. Я могу вместить все это в одно место. Ну, на самом деле, я могу сказать, что на самом деле, прям вот этот быстрый команды, это не настолько важно. Важно понять, как бы, да, структуру, что у нас есть несколько режимов, да, там, по структуру сохранения этих. Мы можем, блин, обойтись и пробелчиком, да, там, по тыкве. Короче, запомнить, все равно придется, там, 10 самых используемых команд, а остальное все, как-то тыкве. Да, это запомнится на автомате, когда начнется уже, хотя бы чуть-чуть начнете работать, да, там уже, как бы, да, там, команда уже запомнится. У меня немного избивает толку, там, синтекс из отличного от units. То есть, он такой, инстабильный, своеобразный. И команда можно сокращать, чтобы не писать, не знаю, show write, но надо писать sh run, и он покажет кубе. Да, вот, ну, это я только что говорю, да, что если у нас сокращение однозначно идентифицирует команду, то мы можем даже без тапа, ну, без дополнения просто нажимать enter, он нас поймет. Но это иногда не очевидно. Ну, то есть, может быть совершенно иначе. Ну, ты можешь нажать так, и он тебе напишет, что за команда. Не, не, не обязательно. Так, конфигурирование, да, посмотрим. Сейчас мы находимся в пользовательском режиме, да, пишем enable, попадаем в привилегированный режим, хотим поконфигурировать что-нибудь. Пишем conft, дальше хотим по... режим консольной линии по конфигурировать, да. line консольной линии по конфигурировать, да, мы можем задать здесь, смотрите, режимы сохранения пароля, да. Он может задать пароль specify hidden пароль, да, указать скрытый пароль, либо открытым текстом. Да, я дальше там подскажу, что у нас пароли могут храниться... по умолчанию пароли хранятся не в зашифрованном виде, да. Пароли нам хранятся не в зашифрованном виде по умолчанию. Пароль какой-нибудь зададим. Все, задали пароль. Хотим интерфейс какой-то, да, поконфигурировать. Заходим, пишем... Не, я по примеру просто покажу чуть-чуть, потом по конфигам. Какой-то интерфейс можно написать синксом, например, F01, да. Интерфейс у нас пишется интерфейс, потом FastEtherNet и обозначается первый интерфейс, первый интерфейс это 0.1. То есть, нам его пишем, да, int2.01, и мы сразу попадаем в конфигурирование первого интерфейса. Ну, потому что однозначно, да, указывает, что это первый интерфейс. Ну, посмотрим доступные команды. Соответственно, в чем прикол эти команды? Да, мы можем, в смысле, как сказать, одни и те же команды мы можем указывать для каждого интерфейса. Да, мы будем конфигурировать каждый интерфейс, соответственно, мы можем заходить в каждый интерфейс и везде указывать эти команды. Как бы, потому что эти команды относятся только к интерфейсам. У нас есть, например, команда hostname, да, которую мы в режиме глобального конфигурирования вводим, да, потому что мы ее вводим один раз, как бы, да, ну, даем имя всему кому-то, тут нам не надо там каждый раз, ну, для каждого этого интерфейса ее показывать. Как бы, тоже режимы, это команды принадлежащие каждому режиму. Мы можем тут указать, например, speed какой-нибудь. И просто вытянем. Соответственно, про конфигурационные файлы, да? Вообще конфигурации. Ну вот, мы сейчас поконфигурили чуть-чуть. Hasname задали, line-console-norc, пароль сделали, интерфейс посмотрели, да? Соответственно, походили по разным режимам конфигурирования, да? Дальше. Значит, у нас есть конфигурационные файлы у коммутаторов, и, ну, вообще у цисковских устройств хранятся различные типы памяти, да? У нас есть RAM, память — это, ну, рабочая память, где хранится текущая конфигурация, да? У нас есть Flash — память, обычно здесь, ну, какая-то система сама Cisco EOS здесь хранится, да? Потом ROM — это программа загрузки, и NVRAM — стартовая конфигурация. Соответственно, у нас есть две конфигурации. Конфигурация, которая находится в текущей, да? В RAM, в оперативке, да? И NVRAM — конфигурация стартовая, да? Чтобы посмотреть, они… Вот то, что мы сейчас конфигурили, это все у нас сохранилось в оперативке, да? В текущей конфигурации. Значит, соответственно, мы можем ее посмотреть. Show running config. Show running config. Да. Здесь мы видим, да? Видим cost name наш, да? Да, там. Интерфейс F01, вот скорость указана. Дальше ничего не указано для интерфейса, да? Ничего больше не конфигурировали. То есть, мы можем посмотреть show startup config — это посмотреть конфигурацию, ну, стандартную стартовую. Стандартную стартовую. Нет, это не лидерная копия. Это стартовая конфигурация. Как она пишется там? Show startup config. Он говорит, вообще, startup config и not present, да? Что у нас нет какой-то стартовой конфигурации. Соответственно, чтобы нам… Да, я ничего не сохранял. Соответственно, если мы сейчас перезагрузимся, можно, кстати, попробовать, что у нас и хостнейм изменится. Ну, то, что вот мы сейчас сделали, конфигурили, да? У нас ничего не сохранится, потому что весь наш конфиг сейчас в памяти. Это можно попробовать. Как он там? Ну, идут, приставят. Это крест. Это вылинулся. Это вылинулся. Это вылинулся. А это вы? Хорошо. Что вы думаете? Прилог Ну вот, по подсказке смотри Ре и вопрос трилог резюме Сейчас перезагрузимся Соответственно, сейчас все должно стереться Он на тебя спрашивал сохранять конфигурацию после револота? Он на тебя спрашивал сохранять конфигурацию после револота? Ну вот, перезагрузились, да? Наш конфиг не сохранился, потому что он просто в памяти нам круг Хостнейм уже опять этот свич Наглядный пример Соответственно, когда вы какие-то конфигурации проводите Вам надо просто сделать команду копии running Конфиг, стартап конфиг Просто запомнить И делать А для удаления неправильной конфигурации Есть команды delete и erase? Да, у нас есть команды delete и erase Соответственно, для удаления Про команду копии Команда копии всегда заменяет существующий файл Накопируемый при перемещении файла в память nvram Соответственно, она удаляет источник и заменяет его новым Ну, как бы, да, что мы что-то наконфигурировали Делаем копии То, что у нас было в стартап конфиге О, да, в стартап конфиге Ном потерло, да? И записало то, что мы сейчас законфигуряли, да? Но здесь есть такой прикол, что При копировании файла из какого-либо источника в текущую конфигурацию Наоборот, в running-конфиг, да? Если мы хотим скопировать и стартапа конфиг, и в running-конфиг, да? То он нам ее не затирает Они не удаляются, не заменяются новыми, а объединяются Да, получается, как-то конфиг мерзнет между собой У нас получается один А, давай попробуем Ну, как бы, ну, это странно Просто можно Обычно, как бы, как считается Если мы что-то неправильно переконфигурили, да? И у нас в стартап конфиг что-то указано, да? Ему просто reload делаешь, да? И он восстанавливает свои настройки Можно попробовать А, восстнейм не хочет здесь Делали хостнейм А, вообще, так Если вам когда-нибудь придется Действительно заниматься на фигурации То никогда не давайте имя Железко, вот как К примеру Давайте осмысленное имя Которое вам в том числе читают Ну, да, имя Это, наверное, уже на работе У вас будет какое-то стандартизованное Представление, как вы там будете Обзывать свои железяки В зависимости от того Что там за железяка Где она находится, например От локации У вас может быть несколько локаций По стране, по городу Или, например, от того Что это за свич, там Корс свич, там, да, у вас Или Пользовательский, который доступ к сети Более такие Нет Ты была в прошлой лекции? Да Вот, помнишь там этот рисуночек Что у нас сверху корс свичи Потом уровни Свичи, уровня дистрибьюшн В общем, вот Доступ к сети Аксесс левел Вот еще есть В зависимости от уровня Мы можем обзывать их тоже Не, ну все равно У тебя должно быть как-то, да Что-то у тебя свичи Куда будут клиенты втыкаться И какой-то центральный свич Который все остальные будут втыкаться Соответственно, ты можешь их обозвать В зависимости от того Что у тебя за свич Так, а Что мы там? Мы хотим попробовать, да? Копи-раннинг конфиг Стартап конфиг Мы копируем Конфиг, который сейчас у нас в памяти В конфиг, который у нас В смысле В этой оперативке Уже в эту В NVRAM Окей, записали А теперь можно попробовать Наоборот Смотреть, что получилось А, надо хостнейм сначала На переконфиг Гулять И посмотрим, что получится Сделать копии Стартап конфиг В раннинг Перезаписал Мы, получается, Перезаписали из Стартап конфига В раннинг конфиг И он нам хостнейм поменял Хотя в книжке и говорят Ну, в общем, это Как-то Не самый хороший путь Копировать Соответственно Вот они пишут Чтобы удалить содержимое NVRAM В энергонезависимой памяти Мы можем использовать Три команды Write Arise Arise Startup конфиг Ну, это устаревший вариант И Arise NVRAM Это вот рекомендуемый Современный вариант Arise NVRAM Arise Startup конфиг Он подсказывает Что он еще может А, ну, только Startup конфиг Так А еще в D-трейсере Есть бутылка командная строка У нее интерфейс Все просто и понятно Это пукетрейсер Мы не будем Здесь сильно Играться с ним Самое главное Командной строке Я считаю, что Командная строка Это вообще Самый отличный Вариант взаимодействия Человека И всяких компьютеров Компьютерных железяк А? А вот на X-ray Иногда просят Ты ведь Не только в командной строке Да Соответственно Так, что у нас еще есть? У нас есть диалог Начальной конфигурации Начального конфигурирования Устройства Да Обычно предназначен Для начинающих Системных администраторов С помощью него При Ну, при начальном Подключении К коммутатору Да, он Он задает нам Какие-то вопросы Да И позволяет нам Сконфигурировать Просто минимальный Набор параметров Каких-то Вот Соответственно Так Например Мы можем посмотреть Что нам предлагает Команда Сетап В режиме Привилегированного пользователя И он сейчас Будет нас спрашивать Continue Configuration Диалог Мы говорим Ок Ну и какие-то Вот базовые Самые параметры Да Хотим базовую Конфигурацию Сделать Enter Hostname Ну вот Hostname По умолчанию Он показывает Нит Можно так оставить И ничего не делать Enable secret Пароль какой-то Да Там ТТ Можно писать Конфигурируем Все пароли Для доступа SNMP Need work management Не будем Ничего конфигурировать Ну и предлагает В общем Получается Нам Какие-то Самые Такие Базовые Штуки Обычно Ну В начале Как-то Ну Начинающийся Админом Очень удобно В принципе Да Даже так Там Сконфигурить Какие-то Базовые Компоненты Да Там Просто То Что он Предлагает Значит Сейчас Поговорим Про конфигурирование Безопасного Доступа Настройки Паролей Да Это Одинаково Будет Задаваться Для Коммутаторов И для Моршрутизаторов Цисковских Соответственно Идем Так Чтобы нам Получить Доступ Удаленный Да Там Телнет Или СССР У нас Устройство Должен быть Как минимум Сконфигурировано IP-адрес Процедура Дортификации Должна быть Указана Для ВТУ Линии Да Не У этого Терминала И Пароль Привилегированного Режима Enable По умолчанию У нас Как получается Если у нас Пароль Не задан То Из режима Консольного Подключения Мы можем Набрать Enable И зайти Туда А если Мы пытаемся Удаленно Подключаться По Телнету Или по СССР Он просто Нам не даст Подключиться Мы пытаемся Enable Даже не будет Ни пароль И спрашивать Ничего Это конфигурация По умолчанию Пока мы Не зададим Пароль Он нам Не даст Подключиться По-любому Никак Так Ну соответственно Чтобы включить пароль Нам надо указать команду Enable Enable Команды Для установки Пароля Значит Заходим В привилегированный Режим Enable Конфигурация И задаем Задаем пароль Задаем пароль Enable Enable Циска Например Ну и Постнейм Можно тоже Можно тоже заменить Это команда Это команда Задаем пароль К привилегированному режиму Теперь Идем Хотим Сконфигурировать Как его Line Консоль То есть Она А я совсем Вышел Конст Тоже Сконфигурации Делать Делать Субтитры сделал DimaTorzok 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 Давайте попробуем DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дальше все команды, которые мы будем вводить, они у нас уже будут зашифрованные Можно попробовать перейти в конф, сделать конф-т какой-нибудь И зададим еще какой-нибудь пароль Тоже тест какой-нибудь, да, пасворд задали Соответственно, если мы сейчас выйдем и посмотрим Пароль также сохраняется, да, получается, уже в зашифрованном виде Ну, после сервиса password encryption, да, даже после ее ввода, да, пароль, когда мы задаем, он все равно уже сохраняется уже в зашифрованном виде Так Дальше Пароли привилегированного режима, да, металл Пароль, когда мы хотим, ну, когда мы делаем команду enable А, вот он уже хочет пароль Что мы там вводили А, вот, тест Пароль тест Соответственно, у нас есть команда enable password, да, мы уже видели Соответственно, при команду enable password, да, у нас также пароли в открытом виде хранятся У нас есть команда enable secret, да, тот же самый пароль задает, да, для перехода в, ну, при Как-то привилегированный режим А, новый бюджет в виде MD5, конечно, сохраняет, уже зашифрованный Да, соответственно, лучше запомнить enable secret и всегда его использовать, да, чтобы нам не хранить пароли в открытом виде А, соответственно, мы можем посмотреть А, сначала enable А, пароль Какой пароль? Не помню пароль Тест? Не подходит Циска Циска? Да, пароль циска, точно Так, confter А, у командочки enable secret есть параметры такие Параметры сохранения пароля Повыше по нему Мы можем задавать их в нолик, это вообще не зашифрованный, да 5, это по умолчанию, это MD5 кэш, да? Да Лайн тоже самое, вообще не этот Не Ну, в открытом виде по факту Соответственно, стандартно он идет Циферка 5, соответственно, в MD5 кэшерной странице Самое хорошее Да, да? Соответственно, мы можем Ну, как синтаксис, да, выходит, мы пишем команду цифру 0, да? Выбираем вообще не этот, не зашифрованный И дальше какой-то пароль там Если, например, просто указать denyable secret, да, enable secret То сейчас посмотрим, что он там По идее, он будет в MD5, да? А, ну вот, да, enable secret 5 Когда мы пишем, так, он в t Сейчас он, по идее, должен нам показать, что в открытом виде у нас пароль Вот, не пересписал А, у нас же включено там Шифрование В общем, мы, получается, управлять можем Паролями Как бы выбираем, ну, дополнительный параметр Там, да, 0 или по умолчанию Какой там пароль Обычно просто пишем enable secret, да, и он его сохраняет в MD5 кэшер В принципе, самое-самое хорошее такое хранилище Дальше, что мы там можем еще делать? Да, мы можем, например, захотеть Конфигурировать сообщение при подключении к коммутатору, да? Допустим, мы подключаемся к коммутатору, он нам говорит там Например, там, этот коммутатор, там, такой-то компании, да, там, если вы не авторизованы, выйдите отсюда, пожалуйста, да, или еще что-нибудь такое Это мой домашний коммутатор, ну, кому он отсюда все Ну, мало ли у кого-то Соответственно, у нас есть командочки banner, так называемые Так, сейчас покажу Banner mode, это типа сообщение Message of the day Отображается еще до того, как приглашение появится Давайте попробуем что-нибудь задать Не обязательно Можно любые символы, они говорят А пойдет нормально ему? А там, после, ну, вот это, там, что стоило? Эти Решеточка Это обязательно, да, решеточка? Да, любой символ Который указывает, да, там, можно или скобочки, или решеточки, да, там, какой-то символ Которым мы будем отделять наше сообщение Соответственно, сейчас можно попробовать просто выйти отсюда А вот это, так вот, там, Exit Hello World Да, вот он показывает Сообщение А языка существует, нет ли языка? А? А языка своего? Ну, типа, как бы больше не найдется Вот, по-моему, есть Вот, по-моему, есть Какие-то боли, да, он же не настолько, все-таки, умный Зачем нам тут циклы? Соответственно, у нас еще могут быть сообщения Перед аутентификацией сообщения, логин И сообщения после аутентификации, экзек Но, если честно, я дома попробовал, у меня почему-то не получилось Мне кажется, может быть, у меня книжка просто устаревшая Может быть, кто-то мне подскажет? Логин, экзек Нет Ну что, там там поняту, слэш, вопрос А, сейчас, подожди Я пробовал Он просто говорит, что нет такого Так, пасворд После аутентификации, типа, добро пожаловать? Да, смотри, у меня написано, что у нас есть еще сообщение перед аутентификацией Логин И сообщение после аутентификации, экзек, уже когда мы зашли, типа того Он нам может еще что-нибудь написать Соответственно А, пароль, подожди, сейчас Какой там? Нет, тест Тест, сейчас В смысле, когда ты включаешься с коммутатором, ты не запрашиваешь логин Он тебе запрашивает только пароль Да Соответственно, чем от сообщения дня отличается От сообщения По идее, сообщение дня должно Да, кстати Это сообщение отображается до выполнения аутентификации, но после сообщения дня Например, используется для какого-то постоянного сообщения Например, неавторизованный доступ к устройству запрещен Это сообщение перед аутентификацией Можно попробовать Ну вот он, да, я предлагаю просто баннер, да, пишу И по тому, он мне только мод Моей этой документации сказано, что логин только настаивает Аутентификация приходит в систему И все, в общем, какие курсы Ну, значит, да, значит, наверное, книжка старая Ну вот, смотри, я пишу баннер И вопросик, да Он говорит просто мод Вот только есть у него и все Сет, месяц, еще, д-д-баннер Может, как-то там еще задается Ну, я, если честно, я вот когда там готовился, я не нашел Может, правда, уже старая Ну, хотя было бы логично, да, там несколько сообщений Там уже когда-то уже залогинился, да, именно уже авторизованный полисом, да, когда-то не залогинился Так, вот, даже секретный коммутатор, где попереписываться с коллегами, да, там Какой-нибудь Было забавно Так, что там у нас еще есть? Бухгер истории команд Ну, я еще и сказал, да, об этом, что нас просто с рядочками не можем смотреть А? История Фактически в вашем центре Да Мы можем еще сделать так, например, шоу history, он нам нужно показать Шоу history Ну, вот, мы тут что-то вводили, enable, там, conf.t Вот History size Соответственно, мы можем задать количество сохраняемой истории, да? His А, здесь он, наверное, не в этом режиме А, вводится в режиме конфигурации консольного подключения Создает количество команд, которые будут сохраняться в буфере истории команд Для консольного подключения, соответственно И у нас еще есть командочка, называется Terminal History Size Позволяет задавать размер буфера истории команд только для текущего сеанса пользователя Так, что тут дальше у нас? Конфигурирование IP-адреса Задание, адрес интерфейса, паста, цена, какого-нибудь? F01? Да Так что мы зададим ему что-нибудь Соответственно, интерфейс, что у нас может быть? Он, может быть, по DCP же сконфигурирован, да? А, может быть, статически Статически, да Конфигурешь Параметры фейса F01 Параметры фейса F01 Параметры фейса F01 Потом, не знаю, попробуй на примере показать, что можно Проходить через команды идем Соответственно, что мы тут можем? Мы можем вручную указывать дуплекс Скорость А, можем в description указывать для интерфейса, например, да? Показать Ну, скорость, дуплекс, он автоматически конфигурировался Ну, мы можем и вручную указывать Ну, вообще автоматически, да Сегодня это уже не нужно Сегодня это уже не нужно Ну, да Сейчас, кстати, по-моему, патч-корд или кросс Или обычный патч, они сами меняют Даже если я... Да Патчи не меняют Не меняют, но это автомитик, скажем Да Автоопределение у нас стоит И что за кабель, и что за скорость И они договариваются Ну, я на прошлых лекциях говорил Да, уже были лекции? Это уже, как бы, не совсем Какая-то уже седьмая, наверное Я думал, на час опоздал Не, не, в смысле, у нас уже еще до этого, как бы, были Так Чем он там? А, description Дес Почему? Удобно Ну, как-то нибудь кабель не поменяется Google А? 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 Как-то нибудь кабель не поменяется А? Давайте лучше дешевле Там что-то на нем написано, что-то, да description Ну, на кабеле или кабеле тоже надо подписывать Так-то Подписаны как-нибудь там Один двоеточие пятнадцать Значит, description так больше ставишь Один двоеточие пятнадцать Все, ебаешься Чтоб было понятно, что где В общем, да Самый важный кабель, это можно прикровать боссы И все понятно, короче Да, да Если все буквало, что-то что-то не сидел У меня была такая фигня, когда у нас кабель этого директора Отвалился Мы не могли его найти, потому что непонятно, где он был протянут Короче, где-то там через перекрытия какие-то В итоге мы там пятнадцать минут побегали Директор сказал, что за фигня Мы взяли, продырявили стенку, короче Прокинули прямо от него в центральный коммутатор, короче, провод И он еще полгода у нас так валялся Через весь проход было забавно Так, ну в общем Знаете что? Я рассказал, к чему я был уже готов Дальше начинается уже Я не успел подготовиться, честно скажу Давайте про это еще в следующий раз поговорим Еще поподробнее На сегодня остановимся Мы и так успели Покажи маленькую сеточку Кого? Из коммутатора Ну покажи Покажи? Ну покажи Покажешь? Ну покажу Попингуется что-нибудь Если честно, да, я просто не поигрался Пару глав почитал Здесь это может быть интересно Где сюда? А есть какой-нибудь список, что дальше? Какие реакции? А мы дальше, мы идем просто по книжке Какие-то события или изменения, которые происходят на мутаторе Они куда-нибудь смогут сохранять? После циск Сможете посмотреть? Хороший вопрос Хороший вопрос, если честно Я не в курсе По идее он должен какой-то лог писать А что касается циск по плану? Что еще это? Быстренько я еще до 7 лекций опоздаю И здесь не кончились Нет, сейчас мы планируем сети Я думаю, довольно много там будет сетей У меня две книжки таких Ну вот только половину одной книжки прошли Дальше там про линукс Еще поговорим Ну как бы сети же я хочу еще рассказать Не только, ну не в циске только Еще по линуксу там Как бы конфигурируешь сетей Потом всякие Ну там дофига, я думаю, будет всего А там дальше, когда мы закончим Не знаю уже Будем думать уже, да Кто что предложит Даже можно дофига Можно про линукс там говорить бесконечно Да, там, может там Да, сетей 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 А есть сетей 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 Большая А сейчас сколько вам стоит сдать сертификацию с CNA? Ой, я сейчас не помню Что? 300 300 баксов, я говорю Это на сколько? Только сдач или это? Это только экзамен Или только просто сами Каждые 4 года вам еще нужно 3 сетей сетей Каждые 3 года Смотря какое, есть некоторые 2 300 баксов Но когда ты будешь готов к этому Тебе будет не жалко, мне кажется Нет, только что он может Чуть лучше будет зарабатывать Нет, так не кошер Окей Через командную строку давай Ну кто так говорит, конечно Мы считаем, что это контакт И кто не знает, как это работает И конфиг, да, там Помнишь, как мы идея конфигурируем? Я не помню, ребят, простите Там интерфейс IP конфиг, наверное Это винда Да, IP конфиг А, это винда? Да Да ладно Есть подключение по локальной сети? Нет, давай лучше так, да Если это винда, то лучше так Но он нам показывает Хомендлайн Виндовый Поэтому Что за Хомендлайн Комендлайн 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 У меня там пятнадцать Футатых сабминов Которых надо доступ туда дать Много чуваков Берем, четырнадцать Это специально сделано для этого Это вот прошел Пароль Пока оставим Пароль я нибудь Пароль я нибудь Пароль я нибудь Спасибо Продолжение следует... 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 Продолжение следует...